Магистр Казанского Федерального Университета 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 Исламоведческого образования Казанского университета собрались все желающие. Здесь обсуждались механизмы решения актуальных проблем современного российского мусульманского сообщества. Стартовала очередная четвертая школа мусульманского лидера «Махаля-2-3». Мероприятие направлено на формирование нового прогрессивно мыслящего поколения мусульман, которые неравнодушны к проблемам мусульманского сообщества. Надо научиться слышать друг друга и уважать иную точку зрения ценности другого народа, считают организаторы. Основной критерий, который идет красной линией по всей школе, это тема умеренности в религиозных взглядах. Эта тема выбиралась исходя из нашего общения с учеными-востоковедами, с представителями духовенства, как республиканского, так и в целом по России. То есть мы стараемся понять, что же на сегодняшний день актуально для молодежи и какой продукт дать такой, чтобы они поняли его и приняли. В рамках образовательной программы школы планируются выступления известных исламоведов и ведущих ученых мусульманского мира. В этом году инновационно мы запланировали обсуждение существующих идеологических течений, представленных в Российской Федерации. Как терпимо относиться к мнению другого мусульманина, который по-своему понимает ислам. Разумеется, мы говорим о том исламе, который не несет в себе деструктива. Отдельные площадки для дискуссий пройдут в Институте управления экономикой и финансов. Всего их будет четыре. Здесь рассмотрят исторически сложившиеся течения суфизм, традиционный ислам и многое другое. Посидеть эти дискуссии и принять в них активное участие сможет любой желающий. Анна Глазунова, Леонард Влитяров, Универньюз. 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Это праздник всех людей, причастных к созданию магии голубого экрана. Он был учрежден в 1996 году по инициативе ООН, которая собрала в этот день Всемирный телевизионный конгресс. В рамках празднования Дня телевидения в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации прошел пятый ежегодный фестиваль «Телелестница». Смотрим! 21 ноября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся фестиваль «Телелестница-2017». Мероприятие, посвященное награждению студентов по итогам летней практики, проходит здесь не первый год. Студентов вторых, третьих и четвертых курсов награждали приглашенные гости. Студенты возвращаются с летней практики уже с какими-то победами и успехами. И мы решили, чтобы об этих победах и успехах узнал как можно больше людей. В этом году фестиваль перерос в совершенно иной формат. Вновь прибывшие первокурсники с большим энтузиазмом подошли к этому мероприятию. Сожигательные танцы, песни, стихи и, конечно же, смешной видеоролик с ляпами во время самопрезентации. Гран-при фестиваля досталась студентке третьего курса Регине Рафиковой. Стоит отметить, что в этом году ежегодный фестиваль «Телелестница» приурочен ко Дню телевидения, который с большим размахом отмечают на кафедре телевещания и телепроизводства. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Выпускница Королевского колледжа Лондона приехала работать в КФУ. Над какими проектами работает исследовательница, в чем их актуальность и почему ее выбор пал именно на Казанский федеральный, расскажет Аделя Шемилова. Всегда приятно отметить, что зарубежные исследователи приезжают в Казанский федеральный, чтобы продолжить здесь свою научную карьеру. Такая тенденция не прошла мимо и магистров Королевского колледжа Лондона, один из которых уже на всех парах работает здесь. Но что привлекает зарубежных исследователей в стены старейшего вуза страны? Попробуем разобраться. Несмотря на свой молодой возраст, Дарья Ханалайнен уже сформировалась как ученый. Свою научную карьеру Дарья начала с изучения развития педагогических вузов в России. В прошлом году я приступила к своему собственному индивидуальному исследованию, которое было посвящено отношению учителей к новым федеральным стандартам. То есть целый год я проводила опросы, интервью с учителями, то есть пыталась выяснить, как они относятся к стандартам. И только недавно, буквально месяц назад, я закончила это исследование, представила результаты на европейской конференции. Сейчас в составе научной группы Дарья занимается организацией педагогических исследований в рамках работы стратегической академической единицы «Учитель 21 века», которую Институт психологии и образования КФУ активно развивает с 2016 года. Такая работа сполна удовлетворяет поиск исследовательницы в повышении своей профессиональной и научной компетентности. Результат проведенной работы будет иметь весьма амбициозные планы на будущее. Предполагается, что результат даст основу написанию обновленных программ для подготовки педагогов. Так что, скорее всего, из стен Альма-Матер Мир получит совершенно новых специалистов, которые однозначно будут отличаться от привычных нам педагогов. Да, конечно. И сейчас как раз-таки САИ «Учитель 21 века» как раз направлен на подготовку учителей нового века. Потому что учителя старой закалки, они больше были, мы обычно называем, учителя-менеджеры. То есть, они давали четкие инструкции, и от студентов, от учеников требовалось просто следовать этим инструкциям и особо не задумываться над тем. То есть, выполнять то, что от них хотят. «Учитель 21 века» — это учитель-фасилитатор. То есть, учитель, который не говорит напрямую, что делать, а учащиеся должны сами понимать, что они хотят делать, и сами приходить к тому, чем они хотят заниматься, а учитель их только поддерживает. На вопрос об отношении к иностранным магистрантам в КФУ Дарья Ханалайна ответила, что иностранцев встречают доброжелательно и оказывают всевозможную поддержку. Однако профессора оценивают в первую очередь профессиональные и научные качества и исходят именно из этих показателей при построении профессиональных отношений. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универ-Ньюс. Киберспортивная команда Казанского федерального университета принимают участие во втором сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. В ближайшее время стартует региональный этап турнира. Как настроены команды и когда стартует чемпионат? Ответы на эти и другие вопросы ты найдешь в следующем сюжете. Стартовал второй сезон Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Чемпионат проходит при поддержке Федерации компьютерного спорта в России. Казанский федеральный университет примет участие в турнире. В первом сезоне лиги команда КФУ заняла третье место среди всех российских вузов. На этот сезон выставлены две команды. Для попадания в финальную часть турнира в Москве составу необходимо пройти региональный этап. Для Казанского федерального университета он начнется 25 ноября. В этот раз мы выставили две команды, которые попали в разные группы и начинают играть уже региональный этап. В эту субботу пройдет первая игра у наших фаворитов. Первая сборная, которая в прошлом году заняла третье место. Пройдет они в аульте. Команда по досе будет играть. Приходите болеть. Команда планирует как минимум повторить успех предыдущего года и войти в тройку лидеров. Лучшим исходом, конечно же, станет победа. Призовой фонд турнира составляет 6 миллионов рублей. Артем Тупичкин, Ленар Довлетиаров, Универньюз. На этом у меня все на сегодня. Не забывай следить за последними новостями от команды Универньюз. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин